4 февраля, предпоследний день зимних олимпийских игр. Начинается решающий хоккейный марк. На ледяное поле выезжает сборная команда Советского Союза. Её капитан, заслуженный мастер спорта Всеволод Бобров, вручает памятный вымпел капитану канадской команды Джеку Маккензи. Встреча команд Советского Союза и Канады должна победить чемпиона олимпийских игр. Игра началась. В первом периоде ворота советской команды, вот они, уже первые минуты матча показывают, что канадцы решили с самого начала стомить сопротивление советских хоккеистов резкой силовой игрой. Однако шведские судьи Ален и Айсберг очень чётко разбираются во всех острых моментах. И вот сейчас за заключенную грубость удаляют с поля канадского игрока. Вот номер 9. Это Паул Кнопс. Сегодняшняя встреча носит принципиальный характер. Ведь до этого хоккеисты Советского Союза и Канады встречались дважды. Счёт побед у них равный. 1-1. Равное и соотношение шайб. 7-7. Тоже победит сегодня. Сейчас игра идёт на половине поля канадской команды. Их ворота защищает Кейт Вилдол. Шайба убила Коулин. Это номер 10. Темпер игры очень высокий. Защитники советской команды действуют старательно и самотверженно. Ясно дно. В таком резком, силовом стиле канадцы долго играть не сумеют. Важно таким образом выдержать их натиск хотя бы в первом периоде. А натиск этот пока не ослабевает. Испусно действует вратарь Кучков. Он уверенно отбивает летящие в ворота шайбы. Идёт минута за минутой. Канадцы атакуют, но ничего не могут сделать. Постепенно игра уравнивается. Теперь наступают поочерёдно обе команды. Как показали встречи на Олимпиаде, канадцы все матчи проводят примерно в одном и том же тактическом плане. Он рассчитан на соперников недостаточно тактически гибких, не очень хорошо подготовленных физически, способных лишь обороняться. Но теперь уже видно, что нервы советских спортсменов оказались достаточно крепкими. Новая атака на ворота советской команды. Она ликвидирована отлично играющим вратарём Кучковым. Теперь шайбы на половине поля канадской команды. Надо отдать должное канадским веркам. Высока их маневренность, работоспособность. Вступая в борьбу, они не жалеют сил. Канадцев на высоте – индивидуальное мастерство. И хорошо стоит в воротах в угол. Прошло уже немало времени, а счёт всё ещё не удалось открыть ни одной из команд. В таком напряжённом матче очень важно, кому это удастся сделать первым. Одна шайба может оказаться решающей. Это прекрасно понимают вратари. Канадцы всё время находят в себе силы для новых атак. Советские хоккеисты достаточно сильны, чтобы пресекать все комбинации своих противников. Шайба на половине поля советской команды. Защитники по-прежнему действуют чётко. Они не дают возможности создать непосредственную угрозу для взятия в рот. Теперь, пожалуй, уже всем присутствующим на матче, даже и болельщикам из Канады, становится ясно, что в отличие от противоводнего первенства мира, где канадцы переиграли и победили советскую команду, на этот раз исход борьбы прихается в остром поединке двух равных по себе команд. Кстати сказать, победители сегодняшнего матча будут награждены не только золотыми олимпийскими медалями, но и золотыми медалями чемпионов мира. Это повышает интерес к матчу, а участникам придаёт дополнительные силы. И эти силы, повторяем, сейчас равны. Время первого периода приближается к концу, а счёт всё ещё не открыт. Это довольно редкое явление в хоккейных матчах, когда на протяжении длительного времени ни одна из команд не может забить шайбу. Игра происходит теперь в основном или на середине поля, или в районе ворот канадской команды. Нашла последняя минута первого периода. Канадцы перехватывают шайбу и устремляются на половину поля советских хоккеистов. Их атаку прерывает свисток судьи. Итак, первые 20 минут матча окончились безрезультатно. Ноль-ноль. Начинается второй период матча. Неужели и он не даст результат? Да, канадские хоккеисты играют уже не в таком стремительном темпе, как в начале. Советские спортсмены по-бежнему активны и стремительны. Они создают опасные положения, обстреливают ворота канадцев. Однако, результаты по-прежнему не являются. Получив шайбу, канадские хоккеисты проводят ответное наступление. Проходят всего несколько секунд, и игра вновь переносится к воротам канадской команды. Атаки советские хоккеисты становятся очень настойчивыми. Вратарю, вудами, приходится быть все время на стороже, на чеку. Идет седьмая минута второго периода. Еще одна атака советской команды. Бросок! Гол! Наконец-то шаг открыт. Это сделал Юрий Крулов. Идет советская команда. Один бой. Итак, начинается третий, последний период. Шайбой будет на руку. Она сейчас у крымавских хоккеистов. Зачем ее перехватывают советские спортсмены? А я такую. Что это? Гол! Да, это Гол! Он зовет Валентином Кузиным. Па-мой! Игра вновь начинается с центра поля. Канадский ротарь опять в напряжении. Советские хоккеисты, вывышавленные успехом, продолжают атаковать. На последней минуте матча канадцы проводят ответное наступление. Бросок! Гол! Последние секунды. Заключительный катейный матч Олимпийских игр окончен. Победа за советской командой. Канадцы первыми поздравляют победителей. Итак, советские хоккеисты, это единственная команда, которая выиграла все встречи и уверенно завоевала первое место. Посмотрите, один из канадцев ломает клюшку. Подведем итоги. Сборная команда хоккеистов Советского Союза одержала тройную победу. Она чемпион Европы, она чемпион мира и чемпион Олимпийских игр. Второе место заняли спортсмены Соединенных Штатов Америки. Третья.